Кто-то из вас прослушал уже курс античной философии, а кто-то еще не слушал, но может быть имеет какую-то информацию. Но я всего в двух словах скажу, и это будет полезно и тем, и другим. С чего начиналась древняя мысль? С того, что люди искали первых в космических стихиях, в вещах. Ну, мы с вами тоже начали с того, что в вещах начали искать сознание. Помните такое? Так называемое, да, Сократик. Потом искали, искали они, наступает определенный кризис. Кто говорит, что фатарх, кто огонь, потом приходит к тому, что там ум какой-то все упорядоченный, гомиомерий сделал, кто-то говорит, что все из атомов, демокриты, эпикурса, стоят все вещи. А потом приходят такие люди, благодаря которым, собственно говоря, мы имеем начатки образования и просвещения, которые стали учить мудрости за деньги, называли их софистами. Не потому мы их изучаем, что они были просветителями в Древней Греции. Не потому мы их изучаем в философии. Потому что они открыли новый принцип видения мира, который их предшественникам был не ведом. Каков это принцип? Это человеческая субъективность. Они сказали, да это вы все притумали, это все в вашем сознании находится. Так грубо, сказали софисты. Это то, что мы с вами сделали на прошлой лекции. Мы открыли поток сознания, что сознание не вещь, и сознание, наоборот, вносит определение во внешний мир. Все, что нам дано, нам вносит через наше сознание. Ну и что дальше? Дальше, в общем-то, если бы на этом все дело остановилось, то никакого движения бы не было. Приходит следующий мыслитель, который говорит, да, вы софисты, правы по отношению к вашим предшественникам, но вы тоже кое-чего недопонимаете. А именно того, что внутри вот этого потока сознания должно быть нечто объективное. А именно, грамматический правило. И то, что мы с вами только что назвали знанием. То есть общими понятиями, которые имеют единое устойчивое для всех значение. Но как-то не в пути мама есть мама. И дуб, и слон, и в Африке слон. Что ты с ним сделаешь? То есть Сократ открывает объективность. Сократ открывает объективность внутри самой субъективности. То, что мы сейчас в начале этой лекции сделали с вами. То, что я назвал объективированным идеальным. Объективированным, потому что оно было бы субъективным в нашей с вами душе, а потом стало объективным. Но потом встает более глубокая проблема, которую я вот сейчас и поставил. А чему соответствуют наши понятия? Чему соответствуют наши понятия? То есть, да, они объективны, но внутри нашего мира. Или же все-таки они соответствуют каким-то не поверхностным, а сущностным реальностям? И Платон делает вот этот следующий шаг в истории философии. Он говорит, что существует идеальное бытие само по себе. Мир идей. Царство чистых сущностей. Я пошел со стороны науки, научного познания, чтобы было понятнее. То, что Платон называет идеями, то современное научно-ориентированное мышление называет законами бытия. Идея или сущность вещи. То есть, идея в классическом философском ее понимании, это сущность некоторой вещи. И вот Платон делает такой вывод, что действительно, за внешним многообразием мира, за внешним многообразием мира, лежит некоторое, в буквальном смысле, государство-законное. У него сам вот этот идеальный мир предстал организованным наподобие некоторого государства. Современная наука говорит то же самое, что законы, по которым существует мир, имеют определенную иерархию. И Платон-то строил, скажем так, свое... И наши понятия, они относятся как раз к сущности этих вещей. Почему возможно познание сущности? Почему возможно познать сущность вещи? Потому что человеческий разум и сущность вещи одной крови идеальны. Поэтому между ними такой мост, такое взаимоотношение возможно. То есть сущность вещи идеальна, и человеческий разум, это тоже идеальная способность. Между ними, между нами и сущностями вещей. Нет непреодадимого барьера, нет стены. Иными словами, еще раз причинено. То, что Платон называет идеями, и это классическая философская традиция. То, на повседневном языке мы называем сущностью вещей. На научно-ориентированном языке мы называем законом вещей. Но на языке мифологического познания. Это, в общем-то, разные имена для одной и той же реальности. Но каково было движение мысли далее? Платон был любимым учеником Сократа. Но и у Платона тоже был любимый ученик, которому приписывается эта фраза «Платон не друг, но истинно дороже». Звучит она немного по-другому. Там, Платон не друг, но истинно больший друг. Это Аристотель. Который сделал следующий шаг в постижении природы сверхсознательного и идеального бытия. Подобно тому, как человек мыслит идеями и является их центром, подобно этому все идеи мироздания тоже имеют некоторый центр. Этот центр не просто семистематизирует идеи, структурирует их как-то, но он их приводит в движение. Как вы двигаете свои мысли, так этот центр тоже, этот ум космический приводит их в движение. И Аристотель называет этот перводвигатель идеального мира Богом. Бог открывается у него. Бог открывается у него. Как родитель, породитель всех идей, то есть всех законов, по которым существует космос. То есть задолго до Рождества Христова Аристотель